Минимум пять шахедов за ночь зашли в Беларусь. Один пропал. И ни одно средство массовой информации Лукашенковского бандестага ничего об этом не сказали. Белорусы, кто видит, где эти шахеды падают, обязательно напишите нам в Телеграм. Жители Астраханского райцентра, которые остались без воды и отопления, вышли на массовый протест. Да шутка это, какой протест? Они вышли подписи собирать для обращения к Путину. Вот и весь их протест. Путин оставил их без воды и электричества, а они будут теперь Путина на коленях упрашивать. Еще и видеозапись запишут. Пожалуйста, наш царь, дай нам воды. Вооруженные силы Российской Федерации захватили еще два населенных пункта в Донецкой области. На фронте ситуация становится все более и более напряженной. Очевидно, Путин двигается к какой-то определенной цели. Видимо, Путину нужно больше территорий. Видимо, Путину Северная Корея ракеты поставила. В общем, ситуация остается напряженной. Ну, а это Орша. Городской парк. Или полный пиздец. По-другому это не назвать. Это находится в городском парке. В Беларуси. И никого ничего не смущает. А так Беларусь мирная страна. Лукашенко утверждает, что построил в стране диктатуру справедливости, порядка и безопасности. Да и вообще, белорусы живут как в раю, а весь остальной мир нам завидует. Ну, а то, что люди в тюрьмах сидят. Такое, мол, везде. Одним словом, Орл. И уже около миллиона человек по безвизу, приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости. Лукашенко нагло лжет людям в глаза о том, что они хорошо живут. То есть он врет тем, кто хреново живет и уверен в своей правоте. Россияне просрочили 100 миллиардов по кредитам. Больше всего долгов в сфере кредитования наличными. При этом Лукашенко, который на 100% зависит от путинского режима, заявляет о том, что наша экономика постоянно и неуклонно растет. При том, что в России ситуация крайне серьезная с падением экономики. Там инфляция и вот сейчас еще и просрочка по долгам говорит о том, что экономика проседает. А у Лукашенко растет. Просто гениально. В Гомеле задержан распространитель на свая. Очень громко и пафосно заявили силовики. Вышли на 50-летнего гомельчанина. По месту жительства которого обнаружено более 5 килограмм некурительного табачного изделия на свай. И смешно слушать это только потому, что я лично знаю, да и все в принципе жители города знают, где эти люди постоянно стоят и что они продают. С этим нет никаких проблем. То есть они по сути своей задержали для звездочки человека. И теперь по телевизору показывают о своей гениальной и мощной работе. Вот и все. Такси с первого числа резко подорожало. Что на самом деле происходит? Белорусы с удивлением заметили, что цены на поездки взлетели почти везде. И время ожидания стало больше. А все довольно просто. Дело в том, что с 1 ноября начал работать реестр автомобильных перевозок. Таксисты, водители маршруток, автобусов теперь обязаны быть в нем зарегистрированы, чтобы работать официально. И в связи с чем количество машин уменьшилось, а цены выросли. Потому что теперь вы платите не только за перевозку самого себя, но и в карман Лукашенко деньги. Если вы помните историю про маршрутки. Когда они были еще дешевыми. Когда их не нужно было регистрировать в лукашенковских организациях. Или такси. Вспомните официальные такси, сколько у них приблуд на машине. И за каждую приблуду они должны будут платить деньги. Так и было раньше. Лукашенко снова подобрался к этому частному небольшому бизнесу, чтобы вырвать последние крохи. А в итоге это все равно платим мы. Медведев угрожает Трампу. Он заявил, мол, что Трамп не сможет остановить эту войну. Видимо, что-то пошло не по плану. Заявление про Северный поток-2 очень сильно обидело Медведева. И они теперь уже не считают его своим. Шампанское, видимо, в преддверии его победы открывать они не собираются. Бойцы украинской бригады разгромили крупную механизированную колонну Российской Федерации. На фронте ситуация крайне тяжелая, но вооруженные силы Украины и украинские бойцы не сдаются и защищают свою территорию ценой собственной жизни. Потому что это их земля, их страна. А самое главное, что правда за ними. В Крыму раздались взрывы. Нанесены удары по аэропорту в Симферополе. В ночь 3 ноября в Симферополе, Севастополе, Сакском районе, а также в поселке Гвардейском временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Об этом сообщает Крымский ветер. В Молдове начался решающий второй тур выборов президента. Средства массовой информации Белоруссии и России неустанно с 7 утра пишут новости о том, как люди мчатся на участке за рубежом, чтобы проголосовать за будущее своей страны. Они рассказывают о традиционных ценностях и о том, какие плохие нынешние власти, мол, они не хотят справедливости. И тут важный момент. Будет ли такая справедливость в Беларуси? Будет ли возможность белорусам, вне Беларуси проголосовать на президентских выборах? Вот в Молдавии, например, предоставили такую возможность. Что в Беларуси в диктаторской, что в России диктаторская. Будет ли Лукашенко предоставлять такую возможность белорусам за рубежом? Очевидно, что такой возможности не будет. Поэтому рассказы о семейных ценностях из уст лукашенковской пропаганды выглядят лицемерно. В общем, будем надеяться на то, что выборы пройдут честно. И люди самостоятельно примут решение, какой путь им выбрать. Ведь только люди должны выбирать свой путь. Независимо от того, правильный он или нет. Не может решать какой-нибудь Лукашенко о том, в какую сторону идти в стране, потому что он так считает. Вся страна должна принимать решение. И с учетом мнения всей страны, страна и придет к результату. И не важно, к какому. Главное, к собственному. Пишет нам читательница. Про дурдом в медицине. У ребенка заболевание. В Лиде выписали рецепт на лекарство. В городе и районе этого лекарства нет. Нашли в другом городе. Но там не могут его продать, потому что рецепт с другого района. В одном городе дал направление на снимок. А в другом городе нельзя сделать этот снимок, потому что направление из другого районного центра. И читатель задает вопрос. Я не могу понять, у нас что, каждый районный центр считается другим государством? Или это такая бесплатная медицина? Если кто-то знает, почему так происходит, напишите в комментариях. Потому что я вообще недопонимаю, почему такая ситуация может происходить. Ведь рецепт, он и в Африке рецепт. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Помните о политических заключенных. И оставайтесь с нами. Пока.